Приветствую вас. На самом деле плохая новость заключается для вас, Анна, в том, что вы пока что мыслите полимерами, то есть наоборот, вы мыслите очень категорично, тогда как на самом деле место это с полимеров. И вы сейчас мыслите крайностями, говоря о том, что вот я сильная, вот я слабая и, соответственно, я привлекаю либо сильных, либо слабых мужчин. Если вы немножко внимательно посмотрите на эту ситуацию, вы увидите, что ваша позиция, она звучит примерно так. Я хочу быть слабой, сильным мужчиной, но и тем самым быть сильным. То есть вы находитесь пока что в плену вот этой борьбы с силой и слабостью. То есть у вас как бы борется сила со слабостью и вы пытаетесь найти какой-то баланс. В основном, чтобы, ну, чтобы сила победила. То есть чтобы либо вы были сильные, либо чтобы рядом с вами был сильный мужчина, вот. На самом деле, на самом деле, если вы слабая, то рядом с вами будет сильный человек. Если вы сильные, рядом с вами будет человек, скорее всего, слабый, потому что это вполне логично. Вот только не бывает такого в естественной среде, чтобы человек был только сильным и только слабым. Такого не бывает. Человек разный. И как бы не очень хорошая новость, да, заключается в том, что вам нужно выходить из этого вот плена мышления, которое у вас есть сейчас. Что если я буду слабый, то там со мной будет сильный человек, а если я буду сильный, то рядом со мной будет слабый. На самом деле, люди сильные, вот сильные, которые проявляют активность, завоевывают и так далее. Эти люди часто очень нечувствительные, они не гибкие, они авторитарные, они деспактичные по типу ваших сестер. Они, в общем-то, подавляют, подавляют все достаточно, то есть они склонны, склонны подавлять. Они подозрительные эти люди, они ревнивые эти люди, они параноидальные, в плане того, что одержимы могут быть какой-то идеи или одержимы в порядке. Что, в принципе, для близкого им человека не так уж и важно. Вот. У слабых людей, ну, в кавычках, да, тоже есть свои недостатки. Например, сомнения, например, мнительность, там, некоторая астеничность, то есть это значит усталость, небольшое количество энергии. Вот, некоторые, может быть, депрессивность, либо, наоборот, там, то, что можно назвать такой гиперчувствительностью, плаксивость иногда это еще называют, вот. Но! Важнее то, что вам ближе. Важнее то, чего хотите вы. И если вы посмотрите, посмотрите опять-таки на свой текст, на текст своего обращения к нам, то вы увидите такую достаточно интересную, как мне кажется, ну, или мне хочется верить на эту интересную вещь, вот. А именно то, что вы говорите про получение определенных ресурсов извне. То есть, я могу быть слабой, говорите вы, только если это приведет к тому, что я буду сильным мужчиной. Я могу быть сильным, говорите вы, но тогда меня тревожит, что около меня оказываются слабые мужчины. Создается впечатление, ощущение, что вашей основной целью является построение отношений. Мягко говоря, построение отношений и выбор, сильной или слабой, в кавычках, позиции, является немножечко не застыкующимися. Набористость, пассивность, активность, уступчивость, чувствительность, гибкость. Это качество человека, которое он может себе развивать, если, например, испытывать дискомфорт. Построение отношений с людьми и с мужчинами, в частности. Это процесс, в котором наличаются деструктивные паперни, если он, этот процесс становится самоцелью. То есть, если цель построить отношения. У меня сложилось впечатление, что в мужчинах вы не видите ничего, кроме их силы или слабости. В мужчинах вы не видите ничего, кроме их поведения по отношению к вам. Вот вы говорите, что вам мужчины говорили, что вот, какая ты классная, какая ты, там, привлекательная. Вот, мужчины проявляли к вам активность по отношению к вам. Все это здорово. Или, наоборот, не обращали внимание, обращали внимание только слабаки, как вы говорите. Все это здорово. Но есть одно но. Вот складывается впечатление, что кроме моделей поведения, характеристик моделей поведения, вас больше ничего не интересует. А ведь активный человек, пассивный ли он, астеник ли он или сангвиник, не столь важно. Сколь важно, что между вами общего. Сколь важно, как вы воспринимаете друг друга в контексте личностных аспектов. Понимаете? А вот это вот такое ощущение, что нет. И вот, надо бы задаться вопросом. Если, вот для меня, главное-главное, это модель поведения мужчины, то какие будут отношения? Не важно, сильный будет в кавычках мужчина или слабый будет в кавычках мужчина. Какие будут отношения? Что я буду делать в таких отношениях? Как я буду себя чувствовать? Что мне нужно? Моя гипотеза заключается в том, что вы в какой-то степени травмированы отношением к вам, ваших сестер, акцентируете свое внимание на поведении. Но сестры не видели в вас личность. Потому что ее не было в вас. Она есть. Просто вы сами ее не видите. А потому что у сестер не было возможности ее вас увидеть. А издевательство, сестер, вы восприняли и, наверное, где-то воспринимаете до сих пор как некую характеристику себя. Ребят, да, вы стали другой, вы изменились, но лично мне кажется, что такая качественная характеристика вас осталась приятней. Это не свобода. Психологическая, поведенческая, может быть, не свобода. Что я имею в виду? Когда вы, ну, давайте условно назовем, были забиты пассивной, стеснительной, ленивой, как вы себя называете, вы были так, вы были такой, потому что, ну вот, вы оказались там, где вы оказались. Вы не знали? Не знали. И, я думаю, до сих пор не знаете, что с этим делать, как с этим обращаться, вот, как обращаться со своими чувствами, что с ними делать, как адекватно выражать, условно говоря, людям свой протест, свое недовольство, недовольство, вот. Но вы были в этом, в этой позиции, вы были в ней не свободны. Почему? Почему? Потому что хотели вы или нет, вы все равно находились в этой позиции. Свободы не было. Когда вы изменились, вы точно так же не свободны. Теперь уже в другой позиции. что теперь вы сильная, сильная, активная, открытая, позитивная, вот, но вы тоже не свободны. Потому что хотите вы быть активной или не хотите вы быть активной и сильной и так далее, вы не можете позволить себе не быть той, какая вы есть сейчас. Возможно, 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 боясь того, что может вернуться та прежняя Анна, которая вас не устраивала. Это неестественно. И неестественными выглядят ваши отношения. Однобокими, немножечко односложными, поверхностными. Я бы сказал, товарными. Хотя вы чувствуете себя как человек весьма душевный. Вы сами ощущаетесь как человек добрый. Но отношения вы строите такие и такие. Почему? Мне кажется, что в отношениях сейчас вы ищете безопасность. А безопасность вы себя не чувствуете. Гравств таки потому, что не свободны. Чувствует себя в безопасности когда он разный. Да. Он свободен быть сильным, быть слабым, быть активным, быть пассивным, быть позитивным. Будь негативным. Тогда он чувствует себя без безопасности. Потому что, что бы ни случилось, он знает что может быть как он хочет. Да, это может не понравиться людям, но в большом счёт это не важно. Вы, у вас такого нет, вы не можете позволить себе быть какой вы хотите, вы можете позволить себе либо-либо, вы можете позволить себе играть, то есть обманывать, ну, обманывать себя, других, да, если эта игра не тихо-театральная. Вот, но вы не свободны, то есть неважно изменились вы внешне или нет, внешне я имею в виду с точки зрения поведения, мне кажется, что психологически вы всё равно зажатые, психологически вы всё равно оказывали, остались человеком, который, ну, пытается быть кем-то, кто, кто, кем он является, человеком, который не слышит себя, человеком, который, будучи в кавычках слабым, да, стеснительным и так далее, всё держал в себе и там, там, не мог рассчитывать на искренний контакт с собой и не мог рассчитывать на искренний контакт внутри себя. И сейчас, будучи в кавычках сильным, вы тоже не получаете, как мне кажется, искренней такой обратной связи, на то, что вы делаете, вот. И нет этого живого контакта внутри вас, вот. Знаете, вот чем отличается настоящее поведение от искусственного? У меня нет жизни. То есть, если, например, девушка абсолютно естественна в своей активности, в своей деятельности, в своей веселости, в своей позитивности, то она не ищет партнёра. Она идёт к своей цели. Она идёт к своей идее. Она не отбрыгает людей, которые вокруг неё. Она взаимодействует, охотно взаимодействует с ними. Она позволяет людям быть разными и себе тоже разные. Это вызывает восхищение. Это вызывает чувства. Но если та же девушка, девушка при такой же модели поведения будет выглядеть неестественно, то есть, если она будет, ну, наверное, правильнее всего сказать, если она будет себя в пересилипс, то это будет вызывать довязшие ощущения. Просто ощущение того, что имеет место быть давление, имеет место быть, знаете, в такое напряжение, когда с человеком находишься, ну, вот, в одном помещении, например, не можешь сдвинуться вообще с места. То есть, как будто каждое движение может быть опасным чем-то. Ладно, вот. То же самое и со слабостью, с пассивностью. Когда человек естественно, естественен в своём таком состоянии, то это вызывает, ну, вызывает позитивные, в принципе, подчувствия, это вызывает очарование, это вызывает нежность, это вызывает, ну, в некоторой степени, сочувствие, это вызывает, в некоторой степени, какой-то такой позитивный в целом настрой к человеку. Но если тот же сам человек будет вести себя так всё время, то я бы сказал, что кроме жалости к нему, кроме раздражения, он ничего бы не вызывал. И притягиваются люди, ну, к счастью или, к сожалению, соответствующие. То есть, это люди, которые испытывают примерно те же самые-самые чувства. Ну, вот. Соответственно, в зависимости от вашей модели поведения, вы будете, как я надеюсь, теперь вы понимаете, вы будете притягивать, ну, соответствующих людей, людей, у которых есть, ну, в этой степени, вот, такая доминирующая позиция, да, людей, у которых есть, такая вот, ну, превалирующая, давайте скажем так, черта. Вот. Хорошо это или плохо, ну, не столь, мне кажется. Важно, как то, что представляет от себя ваше желание и по воле вы на самом деле хотите, может быть, всё-таки вам хотелось бы чего-то другого. Но пока что вы, вероятно, не знаете, как ответить себе на этот вопрос. Пока что, пока что, вероятно, вы не знаете, как вам на него ответить. Пока что, вероятно, вы не знаете, не знаете, не знаете, в принципе, в принципе, что вам нужно вообще. Вот. Потому что, как мне кажется, вы не привыкли себя слышать, как мне кажется, вы не привыкли себя слушать. То, что говорит вам ваши, ваши желания и так далее. И мне кажется, что в этом вам может помочь как раз психолог, если вы захотите с этим разобраться. Вот. Дальше. Какие девушки нравятся сильным парням, которые в жизни схода добились и нужно ли специально играть лоскромницей перед ними? Анна, скажите, пожалуйста, зачем вам такие парни? Даете ли вы себе отсчет, что мысляя таким образом, вы представляете и себя, и их, как товар? Я искренне надеюсь, что вы разберетесь в том, что вам нужно, чтобы мне уже об этом внутренне проще. В честь. Игра мы установим все эти в мире, Последствия, я бы сказал, последствия такого поведения и такого отношения к себе, я бы так выразил бы свои мысли с точки зрения психологии и психотерапии. Ну, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь на обратную связь.